Министр юстиции Вероника Михайлов-Марару заявила, что не ознакомилась с отчетом мониторинговой миссии ОБСЕ, которая выявила ряд нарушений в избирательном процессе. Глава Минюста оставила без комментария заявление международных наблюдателей о том, что организация президентских выборов в один день с референдумом привела к злоупотреблениям и создала неравные условия для кандидатов. Министр юстиции не нашла времени, чтобы изучить выводы мониторинговой миссии ОБСЕ о нарушениях в избирательном процессе, но при этом оказалась подготовленной оправдать организацию референдума, подчеркнув, что с юридической точки зрения его проведение не может быть оспорено. Я не успела внимательно изучить отчет ОБСЕ. Что касается правовой базы референдума, хочу напомнить, Конституционный суд одобрил инициативу о внесении изменений в Конституцию, если большинство народа выскажет желание изменить Конституцию в том, что касается евроинтеграции. Поэтому мы не можем подвергать сомнению эту процедуру. Касаясь темы выявленных ОБСЕ нарушений в избирательном процессе и использования ПАС административного ресурса во время избирательной кампании, Марару рекомендовала тем, кто считает, что были нарушения закона, обратиться в судебные инстанции. Хочу напомнить, что в кодекс о выборах были внесены изменения и все механизмы обжалования существенно усовершенствованы. ЦИК, как избирательная инстанция и прокуратура сосредоточат все внимание, чтобы рассмотреть и расследовать. И если заявленные нарушения подтвердятся, будут приняты соответствующие меры. Напомним, согласно предварительному отчету наблюдательной миссии ОБСЕ в Кишиневе, действующая президент Республики Молдова Майя Санду пользовалась привилегированным положением в средствах массовой информации и использовала административный ресурс в ходе предвыборной кампании. Отмечалось и, что решение об изменении правовой базы, касающейся референдума, было принято в спешке, без широких консультаций, является ошибочным и не в полной мере соответствует международным стандартам и обязательствам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по ряду аспектов. Международные наблюдатели отметили, что окончательный отчет, который будет включать ряд рекомендаций, они представят в ноябре.